Девушки отдыхают Девушки отдыхают А двое вообще ничего не пишут Помогите кто пишет? Матфея и Лука Совершенно верно Марк пропускает эту тему Иоанн тоже ее пропускает Они оба начинают с крещения Христа Но интересно что Все четыре евангелиста Все четыре евангелиста Упоминают Одну личность которая пришла До рождения Христа Это кто? Иоанн Креститель. Совершенно верно. Отпусти детей на воскресную школу, да? Дети, пожалуйста, идите на воскресную школу, у вас будет воскресную школу, это первый час. Хорошо. Все четыре в английском говорят об Иоанне Крестителе, и мы с вами тоже поговорим об Иоанне Крестителе. У нас дорожество есть, по-моему, три воскресения, да? Сегодня, 14 и 21. И вот мы все три воскресения посвятим тому, чтобы немножко раскрыть его личность, его служение, его предназначение, и то, как он повлиял, то, как он повлиял на мир, в который он родился, в котором он вырос. Вы знаете, влияние Иоанна Крестителя было необыкновенно сильным. При всем при том, что его жизнь была не совсем обычной, не совсем нормальной по понятиям того мира, все равно он оказал необычное влияние на людей, которые жили вокруг него, на общество, на правительство, он оказал влияние на религиозных людей, он оказал влияние на тех, кого вообще отлучили давно от религиозной жизни, на самых падших грешников. Где бы он ни появлялся, везде что-то происходило. Мы с вами немножко поговорим о том, как же оно было. У него была одна главная миссия. У Иоанна Крестителя была одна главная миссия. Приготовить путь для Иисуса Христа. То есть все, что он делал, было связано именно с этим. Приготовить путь Иисусу Христу, тому, который должен прийти прямо после Него. И вы знаете, для Иоанна Крестителя это означало потерять свою жизнь по-настоящему. Это означало, что надо было принести в жертву все, что для Него было дорого. Но именно тогда, когда Он начал это делать, и когда Он это делал, на самом деле Иоанн Креститель приобрел свою жизнь. И оно всегда так получается. Когда человек хочет угодить Богу, ему нужно потерять свою жизнь. И Христос об этом говорил. Кто хочет следовать за Мной, отвергни себя. Возьми свой крест, следуй за Мной. Почему? Потому что человек, который хочет приобрести свою жизнь, он ее потеряет. Тот, который потеряет ее ради меня и Евангелия. Это, кстати, в Евангелии от Пуки написано, в 9 главе. Он говорит, кто потеряет свою жизнь ради меня и Евангелия, тот ее приобретет. Вопрос. Теряем мы сегодня свою жизнь или мы приобретаем ее? Если приобретаем, то для чего? Если теряем, то тоже для чего? Ведь фактически наши дни, наше время, наши минуты, это все, что у нас есть, это все, что мы можем потратить в этой жизни. Если мы это тратим ради Христа, Бог будет на нашей стороне. Если мы тратим только ради себя, то будьте уверены, что мы сможем только потерять свою жизнь. Итак, что сказано об Иоанне Крестителе? Небольшой список. Можно вызвать, да? Плохо видно? Хорошо? Может быть, Андрей лучше сделает, чтобы было видно. Иоанн назван человеком, который был больше всех пророков, рожденных на земле. То есть, Христос его поставил выше всех пророков. Написано, что в нем обитал дух Ильи, но мы об этом попозже поговорим, да? Что это значит? Вы знаете, после завершения Ветхого Завета и до пришествия Христа было молчание в 400 лет. Бог ничего не говорил, не было никаких пророков. И Иоанн Креститель является первым пророком, который за 400 лет приходит и начинает обращать людей к Господу. Иоанн Креститель призывал к покаянию. Он первый начал крестить, поэтому его назвали Иоанн Креститель. Вы знаете, что слово «баптист» происходит от английского слова «baptist»? Крещенный. Баптист – это значит крещенный. Так вот, первый «баптист» был Иоанн Креститель. Иоанн жил в пустыне, он очень странно питался и странно одевался. Он не был человеком моды. И по модным ресторанам он тоже не ходил. Вы знаете, при всем при этом он был человеком принципов. У него были принципы, и он никогда, никогда не поступался с этими принципами. Он никого не боялся, даже самого царя. И когда надо было царя обличить глаза, он не стал перед ним, знаете, лицемерить или как-то. Он сказал всю правду. Иоанн был родственником Иисуса Христа, двоюродным братом. Когда крестец пришел к нему в крещение, Иоанн был удивлен. Однако он является тем, кто крестил Христа. И Иоанн был тот, который увидел Святого Духа, который сходил на Христа в берегу убил. Иоанн стоял в проломе за свой народ. Он направлял этот народ к Богу и готовил людей к принятию Бога. О себе он был очень скромного мнения, хотя Христос назвал его величайшим врагом. Теперь вы можете, глядя на все это, подумать о себе немножко. Я могу о себе. Прежде чем будем говорить о жизни Иоанна Крестителя, давайте мы поговорим о его рождении. Рождение Иоанна Крестителя. Зачем Бог нам вообще оставил запись его рождения? Достаточно ли было просто сказать, что вот он родился и все нормально? Вы знаете, все, что Бог оставляет для нас с вами, оно имеет очень-очень большое значение. Поэтому не зря в рассказ, описание жизни Христа вошло и рождение Иоанна Крестителя. Давайте мы прочитаем его. Евангелие от Луки, первая глава. Мы будем читать с вами из пятого стиха. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой, череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, и моей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплотна. И оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жеребью, как обыкновенно было у священников. То есть, они кидали жеребь, и кому выпадало, они это делали на год вперед, и каждый знал, когда ему нужно было приходить и совершать служение. То есть, заходить, если вы помните, храм состоял из внешнего двора, святого и святой святых. Так вот, Захария заходила не в святое святых, а во второе отдельное отделение, которое называлось святым местом. Там стоял жертвенник, такой квадратный жертвенник, и на нем они зажигали специальную смесь разных трав, которая издавала приятный запах. И вот написано, что когда ему досталось войти в кран Господень для граждения, а все множество народов молилось вне, во время граждения, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой сторону жертвенника Котик. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него, и на вас бы напал, это сто процентов. Ангел же сказал, ну не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, и Грисовета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Ян. И будет тебе радость, и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, то есть эквивалент водки сегодня. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилев обратит Господу, Богу их. И придет перед ним, то есть перед Христом, в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорный образ мыслей праведников, дабы предоставить Господу народ приготовленный. Вот интересно такое событие, которое отписано евангелистом Лукой. Итак, во-первых, всегда нужно правильное начало. Вы знаете, у Бога всегда есть порядок во всем, потому что Он есть Бог порядка. То у людей бывает беспорядок, но у Бога всегда порядок. И Бог всегда любит начинать все правильно. Даже когда хаос в жизни человека, все равно должно быть начало правильным. И многие из вас сегодня могут поднять руку и сказать, я свидетель этому в моей жизни. Я знаю, когда правильно у меня было начало, я видел, какие были последствия. Я знаю, как оно хорошо закончилось. И вы знаете, жизнь Яна Крестителя, это жизнь, которой можно с одной стороны завидовать, хотелось бы так прожить. С другой стороны, не очень хочется так прожить. Ну, завидовать можно тому, что, я имею в виду хорошего плане завидовать, не в плохом, что человек, который собирал толпы людей, который был очень популярен, с одной стороны, всем хочется иметь такое влияние, так или нет. Ну, я вроде ничего из себя не представляю, но у меня всегда есть скопление людей. Но есть какое-то влияние. С другой стороны, жизнь не совсем завидная. Почему? Потому что у него жизнь была одиночества. Он много времени провел в пустыне, в одиночестве, потому что люди, хоть и была толпа, на самом деле его никто не принял по-настоящему. Питание, одежда, которую он пользовался, не совсем завидными были. Более того, из-за своей святости, из-за того, что он стоял за праведность, из-за того, что он обличал Ирода, он был гоним. Вот этот самый Ирод его заключил в темницу и потом обезглавил. И вы знаете, не всякий готов носить одежду из верблюжьего волоса и питаться саранчо и диким медом, как это было у самого Иоанна Крестителя. Но люди хотят, чтобы сам Иисус пришел к ним на служение. В кавычках. Понимаете, да, о чем я думаю? Люди хотят, чтобы, в кавычках, Христос у них принял крещение. Чтобы Христос был частью жизни. Но идти на какую-то жертву, они не готовы. Знаете, жизнь Господа, она интересна, но необходимо правильное начало. Всегда. Всегда необходимо как-то начать правильно. Я знаю многих людей, многие семьи, в которых были разные бури в душе, в отношениях и так далее. И все начинало справляться тогда, когда человек говорит, стоп, я хочу начать заново. Я хочу начать с чистого листа. Когда такое решение принимал человек, Бог всегда был там. Аминь. Вот когда мы читаем о начале жизни Иоанна Крестителя, мы видим его семью, мы видим его родителей. Написано, что его родители, они были священники из Авиевой череды, которую вызвали Захария и жена его из рода Аронова, имя Елисавета. То есть, в израильском народе было 12 колен, все израильтяне по сей день делятся на 12 колен. Это 12 братьев, которые все были детьми Якова, правнуками Авраама. И от каждого из них произошло поколение. Вот было одно поколение, которое было от такого человека, которого звали Левий. Он был один из 12 братьев. И вот в храме могли служить только люди, которые были в колене Левия. То есть, потомки. Их называли еще Левиты, священники и так далее. Интересно, что Захария был из колене Левия, и его жена была прямым потомком Аарона, первого вообще священника в народе Израиля. Захария не был потомком Аарона, потомком других был, но его жена была. Имя Елисавета означало обещание Богу, а имя Захария означало вспомянутые Иеговы. Родители, я вам дам совет, когда вы называете своих детей, подумайте немножко о том, как евреи называют своих детей. Какой смысл они закладывали в этом? Это очень сильно влияет, может быть, на характер человека в каком-то смысле. У Бога везде есть порядок. И когда Бог выбирал Яна Трестителя, в первую очередь было обращено внимание на Его родителей. Написано, что они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедням и уставам Господним беспорочно. Их жизнь была праведна. Люди, смотря на них, говорили такую фразу. Вот это, вот это святой человек. Вы встречали, те, кто говорят про кого-то? Вот это святой человек. А я встречаю иногда. Я встречаю людей, которые, они говорят про кого-то, говорят про кого-то. А вот это че? Это святой человек. Они видят жизнь кого-то и оценивают ее каким-то образом. Вот про этих людей, про эту пару, можно было сказать, что они были святыми людьми. Такие божьи одуланчики уже в возрасте. И жили так, что про них ничего плохого невозможно было сказать. Можно было сказать про них только хорошее что-то. И знаете, их праведность, она служила фундаментом, которое позволило Богу начать действие, которое имело вселенскую важность. У нас при входе есть журналы «Вера и жизнь». Вот на этой неделе я прочитал одну интересную историю, которая описана в одном из этих журналов. Пишет одна женщина, которая коммунистская, партийным работником, активистская, атеистская и так далее. И она вспоминает события своей жизни. Она вспоминает, когда молодой человек в школе, в 10 классе у них был новый ученик. И она рассказывает, как учительница на одном из занятий говорила о солнце, о звездах, и о том, что оно все как эволюционировало, 5-е, 10-е. И обращаясь, смотря на этого ученика, говорит, не так ли дети? На что он встал? Сказал, нет, это не так. Слово Божие говорит по-другому. Такой 69-й год. В то время не каждый человек, тем более ученик, готов был постоять за истину. И учительница попыталась его высмеять и так далее. На что он ответил такие слова? До тех пор, пока вы будете искать в Библии ошибки, вы ничего не найдете. Но в Библии нет ошибок, потому что это святое письмо, это Божье слово, а Бог не ошибается. И она очень была разгневана всем этим, эта учительница. Взяла его, отвела от директора, ему там, ну, понимаете, да, советское время, да мы с тобой то сделаем, да ты сектант, да пятое-десятое, в конце концов, его, конечно, никто не выгнал. Он был отличником, еще и с примерным поведением. Но вот эта вот женщина, которая уже сегодня в преклонных годах, она вспоминает, как сильно это повлияло на ее понимание о Боге. Она вспоминает, что это были первые семена, первые семена веры в ее жизни. Она тогда не уверовала, она уверовала в Господа Божье. Но вера вот этого молодого человека, которому надо было стоять против всего класса, против всей школы, против всей коммунистической, атеистической системе, вот эта вера повлияла на вот этого человека. И тогда, знаете, она так, ну, в душе прониклась, а внешне легкомысленно, но эти семена потом повлияли на ее жизнь. Мы никогда не знаем, как вера может повлиять на жизнь других людей. Вопрос, готовы ли мы, как Ян Креститель, как вот этот молодой человек, противостоять за Евангелие Иисуса Христа? Бог хочет, чтобы у нас было правильное начало. Бог хочет, чтобы мы знали, что правильное начало дает правильный старт хождения с Господом и влияния на мир вокруг нас. Это не означает, что все люди, которые с нами общаются, они будут автоматически обращены к христианству. Нет, но посеяли и семена дают свой рост в свое время. Может ли твое хождение с Богом быть влиянием на других людей? Да, если правильно все начинаешь. Если все начинаешь правильно, то может быть. Может ли быть так, что ты, как родитель, может быть, многого не добьешься, но сможешь своих детей привести к Богу? И это может доказать серьезное влияние на этот мир. Вы знаете, правильность родителей, она производит необычное действие в жизни детей всегда. Я это понимаю больше и больше, потому что уже отец двоих, и они растут. Я вижу, как моя жизнь влияет на них. Я вижу, когда я совершаю ошибки, как это влияет на детей. Я вижу, когда я что-то правильно делаю, как написано в Слове Божьем, и как это влияет на моих детей. Правильность родителей всегда будет влиять на детей. Она не гарантирует ничего, но она сеет правильные семена в жизнь, в жизнь последующего потомства. Дети всегда делают выводы не только из того, что видят, но и из того, что... Простите, не только из того, что слышат, но и из того, что они видят. Правда ведь? Если отец говорит не курину, сам зажигает сигарету, это говорит о чем? Ребенок понимает, что слова не имеют смысла, дела имеют смысл. Ребенок понимает, как ему жить надо. Таких примеров очень много, мы не будем их перечислять. Но, послушайте, давайте мы попробуем войти в жизнь... Я к родителям обращаюсь. Войти в жизнь наших детей, как люди правильные. Какие ли советы из Захария вошли в жизнь своего ребенка. И это очень важно. Может быть, некоторые из вас еще не имеют своего потомства, не имеют деток, если у нас есть молодежь. Друзья мои, сейчас нужно культивировать Божью правильность в своем сердце. Сейчас, с ранних лет. Те из вас, родители, у кого уже есть дети. И, может быть, вы служили не очень правильным примером. У вас есть возможность начать все сначала. Так ведь? Прийти к своим детям и сказать, прости меня, потому что я не прав был. Божье слово по-другому очень. Я хочу начать сначала мою жизнь. Я хочу иметь праведное влияние. Я хочу Богу угодить. Еще один важный такой момент, что личная праведность обязательно родит и праведное служение. Мы видим, как эти взрослые люди, особенно Захария, как они служили Господу, несмотря на возраст. Практически, как оно может выглядеть. Возьмите листочек и напишите сами себе, как вы служите Богу. Не надо никому другому. Себе напиши. Напиши на листе. Я служу Богу двоеточие. Как ты служишь Господу? Могут ли другие люди сказать, что это действительно праведное служение? Что то, как ты служишь, видно, что в твое сердце вложено твоя любовь, твое старание, твоя жизнь вложена. Или это просто для галочки? Взвесь перед Богом. Это важно. Итак, Захария и Елизавета их праведность принесла в мир великого пророка, который приготовил путь к Христу. Другой хороший пример, Мария и Иосиф их непорочность принесла в мир Спасителя, который приготовил нам путь к Богу. Наша праведность, наше хождение с Господом, не наше личное, но праведность Христа в нашей жизни тоже может помочь кому-то прийти к Господу. Второе, что мы видим, постоянство в жизни этих людей. Один из очень важных аспектов для жизни евреев во времена Христа, это было потомство. То есть, очень важно было, чтобы у тебя родился в семье ребенок, и чтобы родился, угадайте, кто? Обязательно мальчик. Обязательно. И мальчик просто был тот, которому переходило наследство, который потом должен был заботиться о родителях. Подумайте об этих стариках. Они жили с мыслью, что никто о них, наверное, не сможет заботиться. Не было социальных программ, не было пенсий, не было того, что мы сегодня сейчас видим в обществе. Каждый жил своим семейством. Мать, отец, дети, они даже жили вместе, они строили дома рядом друг с другом. Почему? Потому что дети потом должны были заботиться о своих родителях. Это была не просто такая традиция. По-другому люди просто не жили. Они не могли снять квартиру где-то, они не могли переиграть город на заработки. Такого не было вообще. Другая жизнь была не мыслимой. И вот эти два старика, они живут, они в пожилом возрасте, они скоро должны умереть, приходит старость, а детей нет. Более того, все вокруг уже начинают говорить, что точно на них Божье проклятие. Потому что общество со временем так начало думать, что если дети не рождаются, то этот человек грешник, и на нем Божье проклятие, и так далее. Но посмотрите, какое у них постоянство в жизни. Несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на то, что годами они молятся за ребенка, и Бог не дает им, написано, они были неплотны, она, Елизавета была неплотна, но они продолжали служить Богу. У них была серьезная проблема, с которой они прожили всю жизнь. Ну, знаете, это не разрушивает веру ни на как. Сколько раз ты о чем-то молился, и Бог тебе не давал? Я знаю людей, которые говорят, Бог не дает мне, поэтому мне такой Бог не нужен. Я его прошу, он мне не дает. Я его годами прошу, он мне не дает. Не зря я, как пишут, просите, не на добром пянули. А способны ли мы любить Господа, вопреки тому, что он не дает? Вот Бог не дает. А способен ли я идти за ним, несмотря на то, что он, может быть, никогда не даст? Когда мы читаем такие слова, что она была неплотна, ну, вы знаете, я вспоминаю несколько примеров. Авраам и Сара, это первые прародители израильского народа. Сара была неплотна, они в возрасте. Бог его приходит к Аврааму и говорит, Авраам, у тебя будет сын. Сара смеется. Семься с лишним лет, о чем Господь, ты говоришь? Ну, Авраам, как мужчина, ничего не сказал. Ребенок рождается 23-25 лет спустя. Но рождается. Тогда, когда написано в книге Римлян в 4-й главе, тогда, когда уже все считалось мертвым, у них вдруг родился ребенок. А кто рожает детей в 90 лет, как Сара? Это чудо Божье. А кто его зачинает в 99, как Авраам? Авраам, это тоже чудо Божье. Однако у Бога нет ничего неразрешимого, если человек продолжает верить и следовать. Такой судья израильского народа, как Самсон, его родители, его мать тоже была неплотная. Она тоже не могла рожать. Но приходит Бог и говорит, у тебя будет Сын. И восстает человек, и это, наверное, силы. Самуил, пророк, его мать тоже была неплотная, она тоже приходила и молилась к Богу, плакала годами. И, вы знаете, Бог делает чудо. Для Бога нет ничего старого, для Бога нет ничего неплодоносного, для Бога нет ничего мертвого. Если человек принял решение дать правильное начало в своей жизни, если он с постоянством ведет, для Бога нет ничего невозможного. Это не означает, что Бог ответит на каждую молитву, но, глядя на этот пример, мы понимаем, что Бог все может. Написано, что однажды, когда он в порядке своей члены служил перед Богом, по жеребию, как это было обыкновено священников, ему нужно было пройти в храм Господень, перед жертвенником к рождения, все множество народа молилось вокруг, вне. То есть, жизнь продолжалась. Они не останавливались. Не было ребенка, нет проблем двигаться дальше. Бог не отвечает, нет проблем двигаться дальше. Бог не дает здоровья, не страшно, двигаемся дальше. Бог не дает мужа, не страшно, двигаемся дальше. Бог не дает жены, не страшно, двигаемся дальше. Бог забрал одно, Бог забрал другое, не страшно, мы двигаемся дальше. Почему? Потому что в жизни человека необходимо, чтобы была верность, необходимо, чтобы было постоянство. Захарий продолжал делать свое дело, хотя он и не получал сына. Вы знаете, что если вы сегодня сделаете опрос, то я вам скажу однозначно, что одна из самых больших проблем нашего общества это постоянство. Походите по организациям, по фирмам, по компаниям, и они вам скажут, вам директор честно скажет, что самая большая проблема это не прибыль, это постоянство людей. Люди привыкли, знаете что, жить изменой. А мне не нравится, встал и ушел. А шеф на меня накричал, встал и ушел. А мне там бонус не дали, встал и ушел. Зарплату не вовремя, встал и ушел. Нет постоянства, поэтому нет и благословения. Почему в семье частые разлады? Вы знаете, очень часто от жен можно услышать фразу, а он не постоянен, как я могу быть уверенным в нем? Я своими ушами слышал, ни одна женщина говорила такие слова. Я не вижу в нем постоянства. Я не вижу, чтобы этот человек действительно был уверен в том, что он делает, как он поступает и что он говорит. А ему что-то не понравилось, он встал и хлопнул дверь и ушел. Или она встала, хлопнул дверь и ушла. Проблема постоянства, это очень серьезная проблема. Вы знаете, что в церквях это одна из самых серьезнейших проблем сегодня. Из вас только первый раз не удивляйтесь, мы себя катекуруем и любим это делать. Мы говорим о наших ошибках. В церквях не хватает постоянства. Наступили на ногу. Все, ищу другую церковь себе. Не важно, что я всем остальным понаступал на ноги. Мне что-то не дали, я так сильно хотел это служение, и я не получил его. И теперь я пойду искать там, где мне дадут это служение. Слушай, может Бог тебя не призвал к этому служению. Не надо рваться на сцену, люди оглохли. Как и музыкальную школу. Я простые примеры. Хочу так сильно проповедовать. Слушай, может Бог тебя к этому не призвал. Не дали проповедовать, все. И знаете, в людях нет постоянства. Как же стоит царство Божие, когда человек взялся за плуг и смотрит постоянно на ногах. Для нас это иллюстрация, которую Христос привел, она уже такая старая. Но раньше это было реально. Человек пахал поле, ему нужно было ровно грядочку за грядочкой делать. А тот, который взялся за плуг и смотрит назад, как вы думаете, куда эта ложа будет? Куда он ее направит? Что будет? Да ничего не будет. После него переделывать все надо. Только схватился, все, уже первая проблема, все, руки опускаются, все, я не буду, почему. А что не видно, все против меня. Слушай, ты взялся за дело. Ты перед Богом взялся за дело. Не перед людьми. Наш мир, он изменчивый, он очень сильно влияет. Наш мир учит не быть постоянно. Не нравится, смени партнера. Не нравится, смени машин. Не нравится, смени квартиру. Не нравится одежда, поменяй. Понимаете, все это выращивает в человеке изменчивую природу вместо постоянной. И, конечно, есть огромное желание угодить себе и своим каким-то желаниям. Захария Елизавета, родители, Яна Кресителя дают очень серьезный, хороший пример постоянства. Мы с вами должны быть людьми постоянства. Аминь. Упасть на измену, как у нас говорят, всегда сможешь. А вот быть постоянным, начинай с самого простого. Будь постоянным в чтении Слова Божьего каждый день на молитве. Не надо бросаться в, знаете, в какие-то краны, краницы. Не надо пытаться весь мир завоевать для Христа. Не надо. Начните с самого простого. Постоянно, каждый день читать Слово Божье и молиться. Посмотрите, как Божие благословение придет в вашу жизнь. Я знаю матерей, которые молились за своих детей всю свою жизнь. И все вокруг думали, что их молитвы тщетны. И что этот ребенок точно никогда к Богу не придет. Вы знаете, Бог отмечал на молитве. Почему? Потому что мать каждый день стояла на коленях и молила Бога о искуплении своего детям. Может быть, ты устал молиться за своих детей. А может быть, ты устал молиться за своих родителей. За своих близких. Продолжай. Ты не знаешь, что Бог может сделать. Прояви постоянство. Постой в проломе за людей близких тебе. И ты посмотришь, Бог может что-то необыкновенное сделать. Одна интересная история, с которой я недавно столкнулся. Человек по имени Горация Спафа. Его жена Анна. Они были довольно известными людьми в городе Чикаго в 1890-е годы. Он был адвокатом. У него была юридическая карьера. И у него были большие успехи в бизнесе. Вот семьи Аспафардов были также друзьями проповедника Муди. Муди был очень известным евангелистом. В то время, после его проповедей, толпы людей приходили ко Христу, к покаянию. И пришло время, когда в 1870-м году дела у них пошли очень плохо в этой семье. У них было пять детей. Один сын и четыре дочери. И вот единственный сын их умер от скарлатины в 84-х лет. Вот спустя в городе Чикаго произошел пожар. И как результат этого пожара много недвижимости, которой владел этот человек, просто сгорело до тла. Это исторические факты. Но вы знаете, эти люди, они продолжали служить Господу, продолжали идти за ним, несмотря на смерть сына, несмотря на пожар, который уничтожил основную часть их бизнеса. И после этого непоправимого ущерба, Горацио решил отправить свою жену и своих четырех детей из Америки в Англию, где должен был проповедовать Муди. Они вместе отправились сюда, чтобы сопровождать его. Но в последний момент у него какие-то появились неотложные дела, и он отправил только свою жену и своих детей, а сам остался в Соединенных Штатах, потому что у него было какие-то вопросы решать. Это был 1873 год. Семья погрузилась на французский пароход Вилли Дехавр. В Филосе Чатлантика. Всего неделю спустя он получил телеграмму от своей жены, которая в телеграмме написала следующее. Спаслась одна я. Дело в том, что 2 ноября 1973 года этот пароход столкнулся с другим судном, с английским судном, и заткнул всего через 12 минут, унеся с собой в жизни 226 человек. Его жена Анна Спафрот, когда эта трагедия произошла, стояла на палубе со своими дочерьми, и последнее, что она помнит, это как огромнейшая волна выбила у нее из рук последнего ребенка и оставила ее без сознания. Единственное, что ее спасло, то, что ее тело оказалось на какой-то доске, и ее позже, ее тело спасли, и она осталась жить. В одно мгновение он потерял всех своих детей. Корабль затонул, жена осталась живой. И вот Грация Спафрот принял решение, в тот же день он отправился в нее, сел на пароход и пополнил к своей жене. Интересный такой момент. Когда они перебывали Атлантику, капитан объявил, что они находятся именно на том месте, где совершенно недавно вот этот пароход потонул. И произошло что-то необыкновенное. Грация отправился в свою каюту, сел за стол и написал гимн, который сегодня поют по всему миру. Слова этого гимна. Послушайте внимательно. Такое он может написать только человек, который верно следует за Господом каждый день. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ни вражьи на парке, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня искучил из страстей, в любви восхотел и скупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть целиком. К Христу предвожден, я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь Христос. И в нем мой всесильный обвод. Следи от греха и искушений слез, с меня он любовью отверт. Господи, Твоего пришествия я жду. Принять мою душу гряди. Я знаю, так дальше вполне я, но я найду покой у Тебя на груди. И припев был такой. Ты со мной, ты со мной, да, Господь. В Твоих я покоюсь в руках. Бури приходят в жизнь, штормы проплывают. Но вы знаете, только человек, который последовательно и постоянно следует за Богом, который верно преодолевает препятствия за препятствием, может в такие моменты, находясь на месте, где все твои дети ушли на глубину 3 километра, может написать слова, которые будут ободрением для всего мира, для последующих поколений. Мы не поймем другим, но другие церкви, может быть, мы его как-то и выучим. Скажите, пожалуйста, ваша верность и ваше постоянство, какое оно может оказать влияние на любую вокруг вас? И оказывает ли оно? Дай Бог, чтобы оно оказывало. Дай Бог, чтобы даже такие трудности в жизни не смогли повернуть нашу голову назад, но чтобы мы остались верными Господу во всякое время. Иоанн Креститель был именно таким человеком, его родители были таким человеком. Следующее, что мы видим, мы видим Божье посещение. Написано, тогда явился ему Захарий ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Катильного. Вы знаете, Бог никогда не опаздывает. Аминь. Воле того, я вам скажу, Бог никогда не приходит раньше времени. Аминь. Тогда, когда мы хотим, нет, это не его время. У Бога есть свое время всегда. Вы знаете, многие люди торопятся, говорят, а, где же Господь был? Он опаздывает. А кто-то говорит, да не слишком рано все происходит. Бог не опаздывает никогда, и Бог никогда не трогается. У него всегда, его посещение всегда своевременно. И даже явился ангел Господень Захарий, тогда, когда Захарий был в постоянстве в служении. Тогда именно. Когда он служил в храме. Вы знаете, вот этот вот Катильный жертвенник, о котором здесь говорится, он был небольшого размера. Это был такой квадратный небольшой ящик, на котором зажигали, как я уже говорил, смесь разных благовоний. И в храме появлялся приятный запах. Это все, что он должен был делать. Много не надо было. Но вот для этого он туда заходил. Это правильная и хорошая картина поклонения перед Богом. Молитвы и пение Ему хвалы. Да. Именно эта картина. Молитва перед Богом и поклонение Ему. Вы знаете, от того, как поклоняется человек, делать это он с чистым сердцем, говорит о том, какую фемиам зажигает на жертвы и руки перед Господом. В Псалме 68, 31-32 стихах написано следующее. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии. И это будет благоугодней Богу, Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и какими-то и так далее. То есть, Богу приятнее, когда человек поклоняется Ему, чем когда он просто что-то делает для него. Наш мир сегодня ориентирован на дела. Делать надо это, это, это. Нет, Господу нужно в первую очередь поклонение сердца человека, а потом какая-то жертва. Здесь об этом говорят именно эти слова. Богу приятнее, приятнее поклонение сердца, чем все остальное. Знаете почему? Потому что правильное поклонение будет иметь правильную жертву после этого. Если нет поклонения, все остальное, оно не нужно никому. Оно не будет никогда верным, не будет правильным. Словом 21, 4 стих. Ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Когда мы видим картину вечности, книга Откровения, в пятой главе показывает нам то, что будет, когда этот мир пройдет. Иоанн говорит, что он увидел интересную картину. Написано, когда он взял книгу, тогда четыре животных, два четыре старца, пали перед агнцем. То есть мы видим поклонение перед Христом вечности. Имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама. Картина молитв, да? Картина поклонения. Которую суть молитвы святых. Написано, смотрите, поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью твоей искупил нас, Богу, из всякого колена языка и народа и певени. И сидел он нас царями и священниками, Богу нашему мы будем царствовать на земле. Смотрите, картина вечности, это картина поклонения Христу. Там присутствуют и пение, и молитвы людей. И пение, и молитвы людей. Не только молитвы, и не только пение. Одно и другое вместе, целиком взятое. И Бог это не скрыл, Бог нам это открыл. Книга Иисхот говорит нам о вот этом жертвеннике, курении, как он называется, жертвеннике, где зажигали фимиам. И написано, что Бог говорит, я буду открываться тебе перед этим. Перед этим жертвенником. Он разночет как овчезном откровении. Бог говорит, я буду перед ним тебе открываться. И вы знаете, одно из самых больших чудес, которые произошло. Бог, когда был Захария перед этим жертвенником, открывается, открывается человеку и говорит о том, что родится человек, который приготовит путь Иисусу Христу. Это был Иоанн Креститель. Написано, что когда Захария увидел его, он смутился. Страх напал на него. Иоанн сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родить тебе сына, и начешь ему имя Иоанн. Иоанн означал Игова, милостивый даятель. Послушайте, если мы находимся в поклонении перед Господом, это то, чем христиане должны заниматься. Если мы смиряем свое сердце в молитве, в пении, в прославлении его, Бог может открыться нам каким-то непокременным образом. Я не говорю сейчас что-то золочное, я говорю о реальной практической христианской жизни. И да, в этот момент Захария, он смутился на него, напал страх. Человек никогда не видел ангела Господня. Почему он, почему с ним разговаривает, и что же произойдет? И посмотрите, посмотрите такие слова. Не бойся, Захария. Не бойся. Когда человек находится в поклонении, и Бог приносит ему мир, не бойся бы услышана твоя молитва. Знаете, может быть, Бог многим не ответил на молитвы сегодня, потому что человек не смирился. может быть такое. Может быть, или нет. То есть, мы ногами ломаем двери Царства Небесного, чтобы эти двери открылись и дали нам то, что мы хотим. Но смирить себя мы не можем. Может быть, Бог не открыл еще двери, потому что человек не проявляет постоянства в своей жизни. Ни по отношению к своей семье, ни по отношению к своему служению, ни по отношению к церкви, ни по отношению к работе, ни по отношению к той ответственности, которую Бог возложил на него. Может быть, поэтому Бог до сих пор не открыл двери? Бог до сих пор не ответил. Но Он готов это сделать. Если мы действительно берем на себя ответственность, начинаем правильно строить свою жизнь и проявляем постоянство, Бог тогда открывается. И Бог открывает двери. Вы знаете, не всегда в этих дверях мы увидим то, что мы хотим. Но что бы мы ни увидели, как ответ, нам это принесет радость и принесет мир. И, конечно же, поговорим о результате 14-15 стихи. И ангел Господень говорит Захарии, родится Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина, и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Итак, Бог говорит, то, что родится, это рождается в постоянстве, это рождается в смирении, в поклонении перед Господом. То, что имеет правильное начало, то, что от руки Господней всегда имеет правильный результат. И посмотрите, Иоанн рождается, и он действительно несет радость. Можем ли мы сказать, что то, что произошло от нас, оно приносит радость окружающим. Я могу только за свою жизнь свидетельствовать, видел в жизни других людей, но беру свидетельство только за свою жизнь. Я знаю, когда Бог от меня может родить радость в жизни других людей. И я знаю, когда он этого не делал, потому что я не проявлял верность. Я себя хорошо знаю. Я знаю своих идолов, с которыми я борюсь не первый год. Я знаю, где мне еще нужно очень сильно смиряться перед Господом. Но я видел, когда я смиряюсь, Бог способен не то, что меня обрадовать, но через меня приести радость в других людей. Я думаю, что каждый из нас хотел бы этого. Бог говорит, Захарий, от тебя родится сын. Это Ян Триситель. И он будет и тебе в радость, и всем остальным, вся жизнь наполнится чем-то не вовремя. Друг дорогой, Господь хочет, чтобы через твою жизнь пришла радость в жизни других людей. Это Божие благословение. Это надо искать, этого надо хотеть. Он будет велик перед Господом. И все, наверное, думали, станет царем, станет владыкой, станет там какой-то вельможей, каким-то, ну, знатым человеком. Ян Триситель не был знатым человеком. Мы немножко больше будем говорить о его жизни в следующий раз. Он не стал царем, возником царя. Врагом царя, заклятым, которого потом царя я бы сглавил. Он не стал богатым, он, наоборот, стал бедным. У него, как у Христа, дома даже своего не было. Жил в пустыне, питался саранчой и диким медом, который он находил в деревьях. Написано, что он надевался в верблюжьей одежде, то есть, не от толчей габаны, а он не был модным пацаном и не был популярным, но его слова, его жизнь несли такую радость окружающей. Знаете, никто не обращал внимания на то, как он и делал. Никто не обращал внимания, что он ел на завтрак или на ужин. Никто не обращал внимания, на каких там колесах он подъехал. Не было даже такого. Ему жизнь принесла радость в жизни других людей. Вопрос, несет ли наша жизнь радость другим людям? Я могу засвидетельствовать очень четко и точно люди, те, которые принесли радость в мою жизнь. Их много, слава Богу. Это не были люди, которые обладают всем. Более того, он сказал, основная масса из них ничем не обладает. Таким сверхъестественным. Они просто имеют тесные, живые отношения с Богом. И это приносит радость в твою жизнь. Написано, что он будет назореем. Вы знаете, люди, которые были назорееми, они были немножко особенными. Потому что каждый, кто хотел быть назореем, он должен посвятить себя Богу Господу в определенное время. Побрить голову, много чего другого сделают, разные церемонии. Но что их отличало, то что эти люди, здесь не зря написано, что он не будет пить ни вина, ни секера. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Эти люди по закону не имели права даже кушать сухую, сухие виноградные эти самые изюм. Я знаю, что изюм. Высохшую виноградную кожицу даже, не говоря уже о изюме. Они не должны были даже, знаете, чтобы хоть как-то близко приблизиться к плоду виноградному. Никаких ощущений, никакой ассоциации, наоборот, от всего этого отстраниться. Об Яне Гресителе написано, что он не будет ни пить ни вина, ни водки, которая называлась секера в то время. Он будет исполнен Святого Духа. Вы знаете, человек, он либо исполняется Духом Святым, либо что-то другое его контролирует. В данном случае это алкогольные напитки. Это может быть что угодно. Все, что одурманивает голову и жизнь и все, всю жизнь человека. И человек принимает решение всегда, я хочу быть исполненным Духом Святым, или я хочу быть Вадимом кем-то или чем-то другим. Вы с вами до этого помните, уже говорили о том, как быть Вадимом Духом Святым. Восьмая глава. Я вам скажу, что очень часто одурманивают человека даже не алкоголь или что-то другое. Очень часто человека одурманивают отношения. Он так сильно к этому привязывается, что-то начинает контролировать его жизнь. Очень часто людей одурманивают даже дети. Все вокруг моего ребенка, этот ребенок начинает контролировать всю жизнь своих родителей. Вы знаете, это серьезная борьба. Я знаю, о чем я говорю. Это серьезная борьба, чтобы показать ребенку, что он не может контролировать твою жизнь. У бабушки, дедушки, оно все попроще. А вот у родителей это всегда сложно. Я знаю, что я говорю. Трехлетняя моя уже хочет контролировать нашу жизнь. Работа может одурманить человека. Вчера я, наверное, была присутствована в этой конференции, которая называлась «Миссия бизнеса». Я понял одну вещь. Масса людей, которые одурманены бизнесом. Я не говорю те, которые там присутствовали, я не знаю, кто там занимается бизнесом, не занимается, но просто вещи, о которых там говорили, со мной видно было, что масса людей просто одурманены. Бизнес контролирует их жизнь. Бизнес контролирует их отношения с Богом. Бизнес все контролирует. Они ради этого бизнеса жертвуют всем. У кого это, это простой интернет. Очень часто уже в Фейсбуке или где-то можно увидеть, как люди высмеивают то, как интернет контролирует жизнь людей. Сидит семья и все сидят с такими штуками, смотрят, а там дети уже там что-то уже творят, и никто не обращает внимания. Друзья мои, самые лучшие, когда наша жизнь находится под контролем Святого Духа. Это самая трезвая и самая правильная жизнь. И в Иоанне Кресителе написано, что Он будет именно такой. Вы знаете, Он был таким. Он был таким, Он хотел быть таким, и Он так прожил свою жизнь. поэтому Его жизнь несла необыкновенное влияние на окружающих. Поэтому Христос назвал Его одним из самых великих или величайших пророков на земле. Кто-то может быть одурманен просто самим собой, своей славой, таким, какой Я. Вы знаете, это не дает Богу простор в Его жизни. У каждого свои идолы, и с этим надо бороться, это надо исповедовать, это каяться надо, и просить Божью милость. И самое важное, что сказано, что многих из сынов Израилевых обратит Господа Богу их. Вопрос простой практически. Год заканчивается. Сколько людей ты обратил к Богу в этом году? Ну хороший, но очень неприятный вопрос, он очень неудобный. Для кого-то может быть меньше самому нужно обратиться к Господу, а вот кого-то еще. Сколько людей ты обратил к Господу в этом году? Ты знал все очень хорошо, сколько ты помог повернуться к Нему лицом? Я не говорю о том, что заставить человеку веровать, но по крайней мере быть светом, чтобы человек увидел, свет Христа. Он перейдет перед Христом, перед Ним, духи силы Ильи, чтобы возвратить, посмотрите, интересные какие фразы, сердца отцов детям и непокорный образ мыслей к праведности, чтобы предоставить Господу народ приготовленный. Смотрите, мы не можем заставить людей принять какие-то решения в жизни, но мы можем постоянно правильно с любовью сеять. Помочь обратить людям лицо друг к другу, если там нарушены отношения. А я вам скажу, что мы живем в обществе, где очень много нарушено отношений между детьми и родителями. Особенно написано, что Ян Креститель придет и возвратит сердца отцов детям. Не детей отцов, а отцов детям. Посмотрите, все правильно начинается. Мои дети такие, 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 а ты какой? Ну, ты какой? Ладно, дети твои, а ты какой? Ты какая мать? Давай правильно все начинается? Ты хочешь, чтобы они изменились? Да ты изменись первым. И непокорный образ не стоит праведности. Внутренняя уже, да, работа. Когда человек начинает мыслить уже по-другому и представить народ Господу приготовленный. У нас есть с вами возможность быть похожими на Яна Крестителя. Аминь. Мы задаемся целью представить Господу народ приготовленный. Мы можем заставить людей веровать, мы можем сделать все, когда Господь обратится к сердцу человека, чтобы в его сердце пришла реальная серьезная перемена. Пусть Бог нас благословит. И познайте из дома прочитать о жизни Яна Крестителя. Почитайте все четыре Евангелия. Почитайте о том, какую жизнь он прожил, потому что в следующее воскресенье мы продолжим говорить. Мы говорим сейчас о его рождении, о его начале, много говорили о его родителях. Это все для нас оставлен очень серьезные уроки, для того, чтобы наша жизнь была другой. Господь, я хочу так прожить ее, чтобы придя субтитры. Почитайте субтитры, субтитры, Дорогой правых, неважно радуясь или скорбя. Бог мой, Бог мой, мне благодарить тебя. Бог мой, Бог мой, где найти слова, Бог мой, Бог мой, ты первая любовь моя, Бог мой, Бог мой, я люблю тебя. Бог мой, Бог мой, как мне благодарить тебя, твоя мой, Бог Бог centered считаю Субтитры создавал DimaTorzok